Итак, вот на фокусе мы берём колоду карт, давайте её тщательно-тщательно перемешаем. Ну, в принципе, можем перемешать колоду более тщательным способом. Ну и давайте перемешаем её ещё разочек, прям вот так вот, чтобы все-все-все карты были максимально тщательно перемешаны. Смотри, а я сейчас тебя прошу назвать абсолютно любую масть, без какого-либо форса. Допустим, зритель называет мне масть пики, окей. Я беру и достаю все пиковые карты, вот таким вот обычным способом. Просто беру, пролистываю колоду и достаю все-все пиковые карты. Ну, потому что зритель сам назвал мне пиковую масть. Смотри, что же мы сейчас будем делать? У нас есть пиковая масть, да, мы можем как-то её взять, перемешать, допустим, непонятным способом. Можем перемешать максимально простым способом, да, то есть вот так вот брать карты, бросать, перемешивать. Можем попытаться перемешать прям вообще самым простым способом. Это карта вверх, карта вниз. То есть таким образом все карты действительно идеально перемешиваются. Но мало кто знает, что есть тасовка, которую боятся прям все, потому что здесь контролировать что-либо вообще никак невозможно. То есть вы просто берёте, кладёте вниз, кладёте вниз. И это никак невозможно проконтролировать. Поэтому здесь, ну, реально все-все-все карты тщательно перемешиваются. И ни о каком порядке здесь даже речи вообще не может идти. Но самое главное, это то, что мало кто вообще знает про волшебный щелчок. Если мы сделаем один волшебный щелчок, то все-все карты будут идти от одного до нашего короля. От туза до короля. Вот такой вот, ребята, непонятный, очень классный, крутой, можно сказать, ментальный фокус с картами. Всем спасибо за внимание. Давайте обучаться. А перед обучением хотел бы попросить вас, чтобы вы поставили лайк, написали классный, крутой комментарий с вашим мнением о данном фокусе. И подписались на мой канал, если вы ещё почему-то не подписаны. Но мы погнали обучаться. Итак, ребята, этот фокус работает с абсолютно любой колодой. То есть, не важно, 36 карт, 52, реально не важно. Этот фокус работает в любом случае. Итак, что же нужно для этого фокуса? Вы берёте колоду, и вам нужно чуть-чуть её подготовить. Вы берёте и достаёте одну мазь. То есть, допустим, это будет пиковая, как и у меня. То есть, пиковую мазь достаёте. Туз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, валет, дамы, король. Я понимаю, кто-то скажет, блин, надо укомплектовывать колоду. Всего лишь одну мазь. И самое главное, это то, что фокус-то реально классный. И я не считаю, что это проблема взять, зарядить колоду, подойти, показать первым данный фокус. А дальше уже можно показывать абсолютно любые другие фокусы, какие вы хотите. Вот фокус реально классный. Первым всегда будет заходить на ура. Итак, что вы делаете? Оставшийся колоду вы берёте и тщательно-тщательно перемешиваете, чтобы не было никакого порядка. Есть. Так, отложим колоду в сторонку. Смотрите, что мы делаем. Берём нашу группу карт, то есть от туза до короля. И как мы сейчас укомплектовываем. Берём, находим восьмёрочку, достаем и кладём на стол. Достаем дальше семёрочку, кладём на стол. Дальше находим троечку, кладём на стол. Четвёрочку, кладём на стол. Дальше кладём девятку на стол. Десятку на стол. Дальше король. Так, пятёрка. Туз. Шесть. Два. Валет. Дама. То есть, если посмотреть, всё дело сверху, получается вот такая вот ситуация. Видите, я специально для вас сделал ленту. Дама. Валет. Два. Шесть. Туз. Пять. Король. Десять. Девять. Четыре. Три. Семь. Восьмь. В таком порядке кладёте всю одну мазь. Дальше берёте вашу колоду. Берёте вашу всю заряженную стопочку и проставите наверх. Есть. После этого берёте любую контрастную карту. Допустим, двойка червей. И это всё дело накрываете. Всё, вы готовы к показу фокуса. Подходите к зрителю, можете спокойно сделать веер, да, рубашкой вверх. Скажите, смотри, у меня здесь обычная кода карты. Показать, смотри, у меня здесь все карты красные. Вообще обычная кода. Давай я немножко её перемешаю. И как вы её перемешиваете? Вы её перемешиваете так, чтобы лица смотрели влево. То есть, обычное перемешивание, это у вас здесь рубашка. А вы перемешиваете так, что у вас здесь находятся лица. То есть, смотрят влево. Вы подснимаете нижнюю стопочку. Одну карту бросаете на себя. Дальше всё набрасываете сверху. И у вас здесь эта карта торчит. Вы эту карту поджимаете. Здесь подснимаете. И вы не сразу бросаете эту стопку. Вы двоечку так же само забираете. И дальше бросаете всю стопку. То есть, ещё раз покажу. Одна карта у нас здесь. То есть, вот мы взяли одну на себя. Всё это делаете бы замешали хорошенько. Здесь подсняли. Одну карту кинули и бросили. Всё. То есть, все ваши пиковые карты лежат, как и лежали раньше. После этого берёте и делаете рифл-шафл. То есть, делите какую-то пополам. И делаете обычный, добротный рифл-шафл. И вот так вот замешиваете. И делаете это ещё раз. То есть, вы должны сделать два раза рифл-шафл. Всё. Ну, как-то, допустим, перемешали. Отлично. Что вы делаете дальше? Дальше вы реально спрашиваете зрителя, чтобы он вам назвал абсолютно любую масть. И, допустим, зритель вам называет пиковую масть. Как сделать так, чтобы зритель назвал пиковую масть? Да, на самом деле, способов очень много. Даже тот же самый форс-масти, который все знают. Ну, идём дальше. Не в этом видео, как говорится. Допустим, зритель называет вам пиковую масть. Либо после форса, либо вам повезло. Либо же вы просто можете сказать, что, смотри, я возьму и достану все пиковые карты. И начинаете доставать. То есть, дама, валет, идёте дальше, двоечка, шестёрочка. Дальше идёт туз. Находите все-всё-всё-всё. И достаёте вот таким вот образом все ваши пиковые карты. Так-так-так-так-так. Вот ещё пиковая карта. Вот ещё, ещё и вот ещё одна пиковая карта. Дальше просматривайте. Всё, пиковых карт нет. И что у вас сейчас получилось? У вас сейчас получилась полная зеркальная ситуация. То есть, вы комплектовали колоду от дамы до восьмёрки. А сейчас у вас лежат все карты от восьмёрки до дамы. Окей. Что же вы делаете дальше? Дальше убирайте колоду. И смотрите, как вы её перемешиваете. Убирайте колоду и слистывайте два раза. То есть, раз, два. То есть, две карты. Бросаете. Дальше берёте и слистывайте три карты. Раз, два, три. Бросаете. Дальше слистывайте четыре карты. Раз, два, три, четыре. Бросаете. Дальше берёте и слистывайте три карты. Бросаете. Берёте две карты. Бросаете. Берёте три карты. Бросаете. Две карты. Бросаете. Три карты. Бросаете. Ну, разумеется, в этот весь процесс вы что-то говорите ещё зрителю. Я просто не хочу вас отвлекать. Хочу, чтобы вы взяли и запомнили процесс перемешивания Дальше берем Одну карту слистываем, одну наверх То есть вторую мы кладем наверх Одну просто, вторую наверх Просто наверх, просто наверх, просто наверх И вот так вот всю-всю-всю колоду Ну, стопочку Дальше вот эту стопочку, которая у нас здесь получилась Мы вот так вот достаем и бросаем наверх После этого мы берем и говорим, что Еще перемешаем колоду, прям очень странным способом И вы одну карту кладите на стол, другую под низ На стол, под низ На стол, под низ И вот так вот, так же Всю-всю эту стопочку На стол, под низ, на стол, под низ На стол, под низ На стол, под низ, на стол, под низ Есть, перемешали И если вы все сделали, как в данном видео Как я вам все рассказал То у вас сейчас получается вот такая вот ситуация Туз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Варет, дамо, король То есть все-все-все карты стали лежать в порядке от Туза до Короля. Ребята, это действительно просто шедевральный фокус. Я надеюсь, что он всем понравился. Всем спасибо за внимание. Пока.